В психоневрологическом интернате номер 3 610 подопечных, 300 в Тамбове и 310 в маршанском подразделении. В большинстве своем это инвалиды, второй и третьей группы, а также недееспособные граждане. Но есть люди, которых оформили родственники, либо бывшие воспитанники детского дома. Например, Виктор и Лариса познакомились в интернате. Сблизило творчество. Да, у нас в репертуаре рок-н-ролл, свечи, под энигму. А вот почему именно танцами стали забываться? Очень увлеклись, очень нравится. Зажигательные, быстрые такие. Да и настроение здесь хорошо поднимается. Очень нравится. Мы ездим везде, ну как на гастроли. Очень интересно. В рассказы ездили. Нам подарили шерстяные носки, чтобы зимой не замерзли. А в зале теплую атмосферу создают самодеятельные артисты городского дома культуры и студенты многоотраслевого колледжа. Концерт в рамках исполнения приказа Управления социальной политики администрации области череда новогодних мероприятий с 19 декабря по 19 января. У нас был внутренний концерт, который готовили наши подопечные. Это была после Нового года рождественская встреча с представителями епархии. К нам приезжали гости с подарками. Конечно же, приезжают очень много родственников перед праздниками. Такие праздники вносят в жизнь подопечных интернатного учреждения разнообразие, стимулируют к занятию творчеством, говорит Николай Викторович. Отчасти это проходит в подготовке к мероприятиям. То есть, что касается культурной программы, у нас работает культорганизатор. Постоянно ведется подготовка, это репетиция. Это культ массовой работы в различных направлениях. Начинает какой-то кружковый работ, который практикуется, заканчивая мероприятиями, которые не просто приурочены к каким-то праздникам. Ну, допустим, вот дни рождения, которые проходят здесь тоже, они не проходят незамеченными, всегда готовятся какие-то мероприятия. Валентина Анохина в мероприятиях принимает участие тоже. Она исполняет романсы, русские народные, эстрадные песни. Петь она любит. Мы ездили в Воронежскую область, в Воробьевку. Это было где-то осенью, в сентябре. Я уже сейчас не помню, но кажется, в сентябре. Вот, выступили, заняли первое место, был фестиваль. Вот, много очень тоже интернатов было. Интересно, посмотрели, пообедали. Мы вот занимаемся в клубе, на репетициях в основном. Вот, а так нормально у нас. У нас там есть занятия рисования. Вот, и сюда приходят, рисуют тоже. Ну, в общем, так, занимаемся. Не скучаем. Не скучаем. Сегодня пациенты психоневрологического интерната, зрители, принимают артистов тепло, как и их самих, когда творческий костяк со своей программой на выездных концертах. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.